Мне показалось сначала, как человек, который ничего не знает, первое, что я увидел в Армении. Во-первых, я там увидел прародителей пшеницы, вот эти маленькие дикие колоски, которые так же удивительны, как вот этот армянский туф, когда ты прямо соприкасаешься с кратером. Так ты сразу видишь первосоздание этого самого колоска, и ты с ним встречаешься. Даже в других местах ты это не увидишь. Вот у нас здесь тоже здесь есть. Александр Ильич, а вы же были в Арцахе, да? В Арцахе я был в Степане Керте, и был там в больнице, страшный год, в 73-м. В других местах не были? Там была больница. Ну, она была, как сказать, областная больница. Там была такая кондиция. Ну, да, да, да. Это был год, когда было засухой. Ну, вы знаете, там тысячи памятников. Знаешь, отчего я там оттуда смотался? Так что пришло, когда я, значит, болел, и все вокруг горело, пришло известие, что матушка попала под автобус. Ну, вот, так что там очень хорошее накопление такой темы интенсивной. Ну, хорошо. Ну, вот эти монастыри вы знаете по картинкам? Гонзасар, здесь все знаете. Ну, я не знаю. Ну, начинают звортнуться, которые прямо вместо аэродрома там. Видели же звортнуться, конечно. Ну, естественно. Более того, я даже тебе скажу, что армянский удел в Иерусалиме, в этом гробе Господнем, внизу, там, где были обретены кресты Еленой, это армянский кусок, там одна из самых древних мозаик, которые изображают самые древние, как сказать, центры Армении. Все и Ахтамары и прочее, и они построены по очень интересному принципу. Там мозаика, она не рассказывающая и не еврейская, о которой мы говорили, как называется, альфа, бета-альфа. Она построена на разнице твердости камней. Фон и из чего выложены эти самые, да, они на разнице твердости появляется тема мозаики. Это очень интересно, потому что нигде ни у какого народа этого не было. А правильно я понимаю, вот состояние плазмы, это когда народ находится в постоянном творческом горении, в потенции. Ну, естественно, он находится в самом живом, может быть, очень жертвенном состоянии. Ну, страшно же очень. Ну, конечно, но представьте, вот если говорить про христианских святых и иудейских, потому что Даниил, там, да, или там, не знаю, Варву, там, вот это все, трое отроков, это все еще иудейско-христианские. И это как раз говорит о самом активном, активной форме жизни. Или как Владыка Антоний говорит, как он познакомился со своей матерью после того, когда узнал, что она должна умереть. Только тогда он глубоко понял свою маму. То есть я просто рассказываю. Или вот этот вот замечательный 20-минутный фильм по поводу Жени Колесниковой, который показывает целостно в плазме ее жизнь именно в момент ее ухода. Вот я просто простые вещи говорю. А вот эта вот история с Нахичевани, 28 тысяч памятников, они же наши враги, как говорится, они не просто убивают людей, они до последнего камня уничтожают и уничтожают память. То есть это люди уничтожают цивилизацию, ну, проще говоря, индоевропейскую в нашем лице. Не только людей, а именно память стереть. Ну, я согласен с этим, да. Вот это, мне кажется, это какая-то другая форма. Ну, я понимаю, но, во-первых, я тебе хочу сказать, что даже вот эта странная форма, она напоминает форму заглатывания удавом жертвой. Вот, скажем, что такое удав? Ну, скажем, вот это проглатывание всей этой антично-христианской византийской культуры, она состояла в том, что, ну, понятно, Айя София вышла там, да, и там появляется странная такая форма, что как только более-менее мирное состояние, когда там эти патриархи каждые две недели их резали вовсю, значит, заштукатуривали, а потом из-под штукатурки начинают вынимать. И первое, что резвое ты видишь, когда, это, значит, турецкие византинисты, которые начинают изъясняться на турецком по поводу, как они видят себе, скажем, византийские темы для туристов. И там сразу делается все очень глубоко и ясно, что это покровная, покровная культура, она покровная. И вот эта форма соревнования, покровная, непокровная, сразу восходи туда, времена Исаака, там, Якова. Потому что там тоже разговор, кто чего покрывает, где покровная, а где изначальная. И с этой точки зрения, если мы, значит, видим, что Бог замыслил культуру, там будет постоянная вот эта удивительная борьба между покровом. А эта идея покрова и сущностного, она была еще 2-3 века в виде таких притч, как дерево, которое покрыто лианами, которые дают ощущение, что они зеленые и делают вид, что это зеленое дерево. А на самом деле это только лианы, которые душат это дерево. То есть это давнишняя тема, ее просто надо как-то знать, изучать, видеть и найти ее в своем опыте. Вот я так сказал. Хорошо, но как вам кажется, что могло бы быть лекарством для нашего народа? Ну, лекарством это первым делом. Значит, надо, с моей точки зрения, разные народы живут в разном времени. Вот я говорю, что есть 2 времени, проходит фронт. Одно это такое, ну, как сказать, общее, живое и отчасти биологическое, и отчасти животное время. Когда человек родится, и все его творчество, и рост, они совпадают. Они идут в одном направлении. То есть оно кратно его школе, там не знаю чему, институту, его карьере. И совершенно другое время, которое я называю время Симеона Богоприимца, который живет биологически только потому, что он очень сильно верит. И вот это вот сейчас касается целиком народа. И тогда я тебе скажу, вот тебе ответ на твой вопрос по поводу наше, не наше, и вообще это статическое пространство. В свое время, в 66-м году, когда я был в Агарцине, и увидел там остатки монастыря Агарцинского, и вот этот свободно лежащий тимпан, который могла увезти в багаже любой москвич или Волга, которые там могли тогда заехать. И, значит, проходит века, это все в этом состоянии, ну, некоторые, так же, как и Иерусалим, который долгое время в бархате пыли лежал, многие века. И потом вдруг, значит, армянская интеллигенция, глубоко просвещенная, но верящая и живущая еще по детскому времени, говорит, все, мы здесь старуем канатку, этот маленький портзгел или портзлич озерком, и там, значит, его облицуем, гранитом пошло-поехало. И они разбивают это место. Или они делают, подожди, или они вдруг делают реконструкцию гарни, и больше вот этой связи с этим обрывом у него нет. Вот о чем разговор. Пока эти высокоумные люди не станут чувствовать себя жертвой, они так ничего не поймут. Они так и будут продолжать жить, как и то же самое было в Слонете. Значит, ребята молодые, которые оттуда выехали, жили там веками, а потом кончили какой-нибудь институт и приглашают каких-нибудь иностранных гостей или прочее. Говорят, это наша дача. Они это говорят, слово дача, по поводу своих родных гнезд, которые там. А гнезда строились так. Они не могли большие дома строить, потому что они знали, что обязательно кусок земли надо отводить было под картошку, иначе будет голодать. А тут дорога, все привозное, и вот сейчас в эту самую ситуацию попадает бедная Украина, потому что сейчас она все время, ее соки все истощаются, она будет целиком зависеть только от того, что ей подадут. И вот эта вот форма, от нее надо, в общем, прошу прощения, отказываться. И когда, как это у Завода, сейчас этого вашего... Пошиня. Да, Пошиня. И вот это все через него прошло, и вот отсюда такой итог. Так что вот я тебе рассказал все, что я думаю на эту тему. Я вчера благословился у Городина, второго лично. Ты, подожди, ну ты как-то неплохо доказуемо, что я сказал. Нет, это правильно, для нашего народа... Это мало, да, я понимаю. Нет, не мало, это вы правильно все сказали. Я даже много чего слышал, вот, скажем, того, что вы говорили. Многие армянские ученые так же считают, что нам нельзя привязываться ни к Арарату, ни к Маштуцу, ни к вере. Потому что нашему народу, ну, пять тысяч лет, а, ну, христианство две тысячи. Вот. Я хочу сказать, что... Ну, давай дальше. Арцах был, вот сейчас построен, как европейский город, вот, ну, знаете, чисто, красиво. Ну, хорошо, но ты сейчас себя запишешь, а я сейчас хочу сказать немножко дальше. Давайте. Значит, с моей точки зрения, но не знаю, у кого как развита эта форма, может быть, она более активна в молодом возрасте, когда каждое слово, которое есть, оно само себя доказывает свою, как бы, глубину реальности. И я тогда обратил внимание на, ну, кстати, то, что и Мандельшан сказал, дикой кошка армянской речи. Ну, это он поэтическую форму такую перевел. Ну, конечно, для меня вот это слова «тун», «джур», понимаешь, или «жам», я не знаю. Они, мне кажется, настолько глубоко изначальные, что я не могу дальше этих пяти тысяч лет, а уже это гигантская штука, я не могу этого увидеть в других языках. Ты понимаешь, это очень серьезно. То есть историзм слова, если у человека есть какое-то чувство, он это почувствует. Понимаешь, ну, это тоже рассчитано на человека, который жаждет видеть большое время. Если он жаждет видеть большое время, он это учувствует. Если не жаждет, тогда все другое. Хорошо, Александр, спасибо вам большое. Тем более в такой острый для нас момент для Армении, когда, в общем, мы просто видим, чтобы совершился исход. Всего народа, ни один человек там не остался. Говорят, осталось семь человек, которые до сих пор из бомбоубережа не вышли. Они просто не знают, что все кончилось. Мама с семью детьми. Остальные все вышли. Да последние два человека отдали себя в жертвы. Вот. Давид Бабаян и Рубен Вартанян. Сами. В общем. Ну, я знаю, министр. Да, да. Остальные все вышли. Такой классический исход. Современный. Вот. Ну, хорошо, давай еще разок параллели. Это очень интересно. Ты, наверное, знаешь, это замечательное, все теперь знают это слово. Это знаменитая иудейская крепость на краю иудейской пустыни, которая сейчас является символом этой, как сказать, супер-массад. Массад. Слышал слово Массад? Ну, историю Массада ты немножко знаешь, нет? Ну, она точно такая. Там все себя убили при входе римлян. Все до последних. И потом получается, что через какое-то количество времени все-таки Массад не... А с другой стороны, я просто параллель тебе говорю, Массад все знают. А мы смотрим вот эти... В Ветхом Завете много этих ливанских городов. Там Тир, Сидон, прочее. Я мимо проезжал, ничего. Тишина. И я разговаривал с министром местной промышленности. То есть не промышленности, а археологии, истории. Министр. Она училась у нас в Москве. Надо хеллоу. И она сказала очень интересную вещь. Я говорю, знаю, что у нас здесь покоятся очень античные мозаики. Я их не могу открыть, потому что постоянно идет гражданская война. И они будут погублены, если я их раскрою. Вот это, кстати, очень точные и тонкие какие-то штрихи к нашей теме. Ты понимаешь? Спасибо, да.